Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу и покажу, как я вязала чехол для смартфона. Можно вязать и для телефона. Как я наклеивала термонаклейку. Расскажу, на что обратить внимание. Чем можно еще украсить и как. Расскажу, где можно использовать еще обвязанные колечки. Какие я применяла. Расскажу по поводу карабинов. На что обращать внимание, когда их будете покупать, если будете так вязать. Расскажу, какую можно застежку здесь сделать. Как я делала петлю. Можно просто взять и вытащить. А можно размером под палец и вытянуть. Вот такой у меня чехол получился. Такой чехол для смартфона или телефона можно самому связать на день рождения, знакомым или близким. Можно на любую другую знаменательную дату. И я считаю, что это будет довольно оригинальным подарком. Вязала крючком 2,25 миллиметра. Кольца обвязывала крючком 1,5 миллиметра. Пряжу использовала Янарт Тулип. На все про все, на ремешок и на сам чехол два мотка вполне достаточно. Вот один и еще один. Два мотка. Вот у меня две нити. Делаю скользящую петлю. И считаю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать и одну воздушную дополнительную. Значит, вяжу я крючком 2,25 миллиметра. Теперь берем маркер. Я воспользуюсь ниточным, чтобы у меня петли не растянулись. Одну петлю пропускаю. В следующую буду вязать столбик без накида. И считаю. Один, два, три, четыре, четыре, пять. И так вяжем до конца ряда. Вот я провязала шестнадцатый столбик. Семнадцать. И в петлю сюда восемнадцать. Так. Петлю немного затяните, но не совсем. Теперь вывязываем одну воздушную петлю. Одну петлю пропускаем. Следующую будем вязать. Считаем один. И вот сюда в петлю. Два. Так. Здесь мы были. Вот это будет три напротив. Дальше. Вот эти две петли. Четыре. Вот эти две петли. Пять. Пять. Эти две. Пять. Эти две. Четыре. Шесть. Эти две. ряда. То есть мы захватываем полупетлю и полупетлю отсюда. Вот я провязала семнадцатый столбик и 18 берем вот тоже за полупетлю и сюда. 18. Вывязываем одну воздушную и вяжем с вами третий ряд. Поворачиваемся. И теперь эту петлю соединяем с петлей напротив. Один, два. Три. Четыре. Вот они напротив лежат. Пять. Шесть. И так вяжем до конца ряда. Вот я провязала шестнадцатый столбик без накида. Шестнадцать. Так. Это у меня семнадцать. И вот сюда в угол. Прям в угол заходите. Вот она петля. Она прячется. Восемнадцать. Опять одну воздушную. Одну пропускаем. В следующую вяжем. Вот они друг против друга. Один. Это будет два. Вот они напротив. Три. Вот их теперь можно вот так сложить и видно уже будет. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И так вяжем до конца ряда. Вот я провязала семнадцать. И вот прям в уголок заходим. И прокалываем. Восемнадцать. То есть я провязала четыре ряда. Итак. Мы с вами связали один ряд набор. И затем четыре ряда. Один. Два. Три. Четыре. Значит вы должны по своему телефону набрать количество петель. Провязать столбики. Посмотреть сколько вам нужно. И посмотреть какая ширина. Два. Вот у меня донышко. Вот. Мне этого достаточно. И теперь мы будем вязать с вами по кругу. Одна воздушная. Вот сюда в угол. Столбик без накида. Дальше. Опять сюда же. Так. И в угол. И все три петли провязываем. Теперь в угол сюда. Теперь вот сюда. Вот здесь можно легко попасть. И все три петли провязываем. Опять сюда же. В это же отверстие. Следующее. Вот здесь между узелками хорошо проходит крючок. И провязываем. И провязываем. То есть мы с вами вяжем полустолбики. Сюда. И в следующую петлю. И три петли провязываем. Опять в ту же петлю, где мы были. И в следующую петлю. И три петли провязываем. И так мы вяжем по кругу. Вот я буду вязать на высоту 5 сантиметров. И вот у нас вот таким образом будет получаться. Это будет донышко. А по кругу мы будем вязать сам чехол. Боковые стороны на 5 сантиметров в высоту. После того, как вы провязали. Примерно вот 5 сантиметров. И берем репсовую ленту. Репсовые ленты есть разного цвета. Выравниваем край. Затем берем пинцет. Или какие-нибудь две металлические пластинки. И обжигаем. Находим середину. Значит, как я уже сказала, крепим либо иголкой с ниткой. Либо тонким крючком. Крепим с внутренней стороны. Вот нужно за ножки полустолбика прикрепить. Это уже на ваш выбор. Крючком. Или иголкой. Кому как удобно. Причем ленту располагаем не таким образом. Пришиваем. Прикрепляем. А вот таким. Чтобы она шла вверх. Если вы прикрепите. Вот так. А потом загнете. У вас тут будет шов. Значит, прикреплять надо вот таким образом. И здесь обвязывать. Вот я решила иголкой с ниткой пришить через край. Как я пришивала. Вот за ножку вот за эту беру. Несколько раз. И узлом затягиваем. Ну... Следуем. П Abst산비... Залим... Одного... Как? Двух. Тайм... Помимо sea... 102. Тайм... Тайм... вот чтобы лента шла вверх и закрепляем теперь мы что делаем после того как пришили ленту вот она у нас сверху лежит а телефон мы укладываем на нее и чтобы лента ушла внутрь и вставляем смартфон после того как вставили смартфон лента у нас ушла вся вниз что мы делаем перебрасываем через смартфон телефон что у вас есть и с этой стороны оставляем 5 сантиметров и ножницами отрезаем после того как отрезали ленту точно также опаливаем зажигалкой этот край ну вот опалила я край можно эту ленту аккуратно чтобы она не мялась и не мешала заложить пока внутрь так и вязать дальше так сейчас мы подойдем к тому месту где крепились вот мы здесь скрепились вот нас лента то есть мы прикрепились с вами на ряд ниже и вот так проходим это место спокойно ничего у нас не цепляется и так вяжем по кругу я скажу сколько вязать кто-то задаст вопрос почему бы эту ленту не связать не репсовую допустим и даже не какую-то другую а вот взять и связать из ниток и крючком допустим также вверх потому что когда вы будете постоянно вытаскивать смартфон или телефон она вас растянется а репсовая лента она не тянется и она будет долговечная если вы свяжете из ниток оно растянется будет не пойми что некрасиво и придется вам переделывать так что берите репс очень даже хорошая вещь тем более как я сказала расцветок всяких разных много можно подобрать под ваш чехол вот связала я почти до конца и оставила два с половиной сантиметра вот так у нас будет заходить сюда здесь будет застежка значит с этой стороны мы отмечали где пришивали вот не один два три четыре пять шесть семь семь столбиков на этой стороне тоже найдите центр и отметьте тоже столько же столбиков сколько и на этой стороне теперь мы довязываем теперь мы довязываем и дальше вот эти центральные столбики обвязываем просто соединительными петлями для усиления один только сильно не стягивайте два три четыре пять шесть семь вот чтобы здесь пожестче было дальше мы вяжем опять такими же столбиками как вязали весь узор и так вяжем по кругу вот до этого столбика до отмеченного кстати что хотела сказать вот эта пряжа очень сильно сыпется ну и не обязательно это другие пряжи тоже и сыпятся что мы делаем мы освобождаем сколько нам нужно пряжи пряжи затем вот я беру резинку из которой браслеты плетут можно другую резинку у кого какая есть и зажимаем и можно спокойно вязать довязала я последний столбик и дальше я буду вязать так ну а вы уже там решайте кому как вот за эти две петли захожу и провязываю и провязываю вот за вторую петлю здесь две нитки должно быть вот они и провязываю это уже будет два три четыре пять десять шесть семь то есть такое количество сколько петель мы закрыли здесь теперь вот эту ленту перебрасываем сюда ну можно и было бы потом ее сюда вставить и теперь что мы делаем вот сюда заходим вот сюда заходим в следующую петлю вяжем и соединяем и соединяем и дальше вяжем как как обычно то есть в ту петлю где мы были и в следующую и так вяжем по кругу я по крайней мере я по крайней мере буду вязать вот я в этом ряду остановилась не в этом а вот в этом я останавливалась и буду вязать вот как я говорил два с половиной сантиметра кстати обязательно посчитайте количество столбиков чтобы оно у вас не изменилось чтобы количество столбиков в этом ряду один два три четыре и так далее было точно такое же как и в начале вы вязали довязала я и теперь мы как вяжем сюда и под петлю и провязываем опять вот под эту же петлю и под следующую под эту же петлю и под следующую вот довязала я столбики до конца по количеству набранных петель теперь мы что делаем вводим крючок в эту же петлю где мы были а эту петлю мы пропускаем а вводим крючок в следующую и провязываем и опять вяжем по кругу ну вот так у меня получается довязала я до самого верха это у меня петля закреплена чтоб не распустилась значит здесь мы тесьму пришивали прикрепляли прикрепляли на другой стороне делали отверстие и пропускали тесьму сюда и вот так вытаскивается как в обычном чехле теперь теперь значит поскольку у нас тесьма пойдет на эту сторону здесь будет застежка украшением вот на этой стороне где мы прикрепляли тесьму это лицевая сторона можно как сделать вот эту часть провязать больше любой формы либо треугольником либо вот закругленный край будет сюда и плюс еще лента и здесь будет прикрепляться значит я посоветовалась с близкими они мне сказали что эту часть не вязать поэтому я этот край должна усилить чтобы он не был таким свободным мягким ну а вы значит можете вот эту часть вязать дальше и она будет у вас сюда либо так либо так может кто-то по прямой сделает и будет застегиваться как можно обработать этот край вот я вам покажу варианты покажу как буду делать я вот тут есть мое богатство и по краю можно пришить тесьму и не будет растягиваться край у вас можно под серебро тесьму пришить можно даже подобрать по цвету по цвету бархотку бархотку пришить вариантов великое множество можно обвязать рачьим шагом так можно а я буду обвязывать следующим образом вот здесь мы закончили вот в этой петле и в эту же петлю захожу за переднюю полупетлю за следующую переднюю полупетлю и провязываю соединительную петлю практически буду вязать как столбики вязала только соединительной петлей и за полупетлю опять в эту же петлю и в следующую и провязываю соединительную опять в эту же и в следующую в эту же и в следующую в эту же и в следующую и соединяем и вот такая обвязка получается она не тянется единственное конечно вы следите чтобы у вас не стягивалось нормально вяжите потом померяете ну по крайней мере край не будет растягиваться и так обвязываем по кругу так довязала я последнюю петлю нити обрезала и теперь вытягиваем нитку полностью дальше эту петлю пропускаем заходим в следующую вот так вперед укладываем и заходим под всю петлю и протягиваем на обратную сторону так теперь эти нити вот сюда должны укладываться чтобы образовалась петля петля под этот столбик только на обратной стороне заходим вот сюда в ножку вот под эти две нитки поперечные и протягиваем вот вот таким образом и